Добрый день! Я приветствую всех наших учеников с очередным виртуальным уроком. Мы сегодня продолжаем с вами изучение книги «Зор» и находимся в седьмом ее пункте на странице 241 из книги «Зор» на русском языке. На английском я не знаю, там надо искать. В общем, есть книга на английском языке, вы в ней можете найти тоже. Статья называется «Кто создал это?» И начинается она с седьмого пункта вообще вот этой книги «Зор». Говорится так. В начале. Открыл Раби и Лазар и сказал. Раби и Лазар – это великий каббалист, продолжатель Раби Шимона, автора книги «Зор», основного автора книги «Зор». Это его сын. И там, где Раби Шимон говорит об исправлении в течение поколений, Раби и Лазар говорит об исправлении в конце поколений. Он обычно говорит то, что относится к нашему времени и далее. Со времени раскрытия книги «Зор», которая происходит в наше время, в течение где-то 10-15 последних лет, и далее до конца исправления, которое, я надеюсь, мы вместе с вами увидим. Так вот, открыл Раби и Лазар, открыл – это значит, раскрыл свет, путь свету, и сказал, «поднимите глаза и увидите». «Поднимите глаза» имеется в виду, начните смотреть, искать свыше, то есть свет отдачи от того места, где вы смотрите обычно внизу, как получить. И увидите, что вы увидите, кто создал это. Кто создал это – это проблема. Ну, потом я попытаюсь это все объяснить. «Куда поднять глаза?» – спрашивает книга «Зор». На то место, от которого зависят глаза всех, то есть видение, раскрытие всего. Кто он, которого вы сможете увидеть, кто создал это, кто он? Он открывающий глаза, то есть когда мы пытаемся поднять глаза к тому месту, откуда нисходит свет, этот свет и открывает нам глаза. То есть мы начинаем видеть в этом свете себя и его, относительно себя. Это открывающие глаза Малхут, головы Арихампин. Мы знаем с вами, что существует система, жесткая система, которая разделяется на парса. Это такая граница. Под этой границей находятся миры Брия, Яцера, Асия. Над этой границей находится мир Ацелут. Ацелут. Выше него мир Адам-Кадмон и выше него мир Бесконечности. Мир Ацелут состоит из множества, как обычно Парсуфим, как любой мир, это целая система. Атик, Арихампин, Абвэима, Зерампин и Малхут. В мирах Брия и Цера существуют души. Эти души поднимаются в Малхут Мир Ацелут. В той мере, в которой они могут подняться в Малхут Мир Ацелут, они влияют на Зерампин Мир Ацелут, который, в свою очередь, влияет на Абвэима Мир Ацелут, и которые уже берут все, что им надо от Арихампина Мир Ацелут. Вот таким образом работает эта система. Многоступенчатая система. Так вот, кто открывает глаза душам? Малхут Парсуфа Ари Хампин. То есть, Ари Хампин в нем есть, как обычно в любом Парсуфе, в нем есть кетер, хохма, бина, Зерампин и Малхут. Самая последняя часть его Малхут, она открывает свет в Абвэима, оттуда нисходит свет в Зерампин, оттуда он нисходит в Малхут, и душа, которая поднялась в Малхут, она в итоге получает этот свет, который открывает ей глаза. И она начинает видеть то, что происходит в этом мире, в духовном мире, выше Парса. Парса – это граница, которая разделяет, как вам сказать, место Творца от творений. Вот здесь, вот там, где находятся души, это неисправное место. А выше Парса – это место, где постоянно, в принципе, светит свет, высший свет, духовный свет, только в том виде, в котором душа может его постичь. То есть, поднимаясь сюда в Малхут Мир Атилут, она вызывает своим желанием проявление на себя высшего света, и вот таким образом он с Парсуфа Ари Хампин спускается вниз. А там увидите, что скрыт Атик, Атик – это более высший Парсуф, он вообще скрыт, он поэтому и называется Атик от слова на и так. И в нем, в Атике, это в этом Парсуфе, Атик, Атик, в нем ответ на вопрос, кто создал это. То есть, кто создал все, что существует в Мироздании. Кто же это создал? Ми, так называемое Ми. Вообще, кто создал это? Это на иврите звучит как Ми, Бара, Эле. И вот получается здесь игра слов, как бы, на русском языке. На иврите нет никакой игры слов, потому что на иврите сами слова, они выражают духовные действия, потому что язык, в принципе, он взят из духовных свойств. Поэтому Ми имеется в виду часть, которая существует в Абов и Иима и в Малхут. Так вот, он говорит, Ми – это зад добина, высшая граница неба, все зависит от Него. И потому в нем есть вопрос. И этот вопрос скрыт. Когда он скрыт, он называется Ми. Потому что Ми – это как бы спрашивают, Ми – кто? Потому что выше Него уже нет вопроса. Только на верхней границе неба есть вопрос. То есть мы должны поднять наш вопрос, как мы говорили, до вот этой границы. Вопрос – это я хочу познать, я хочу постичь, я хочу наполниться высшим постижением, высшим ощущением. Вот это и есть этот вопрос, который называется Ми. Или кто? Но Ми, кроме этого, это Кетер и Хухма. Это Кетер и Хухма. Две сферы. Кетер и Хухма, они создали… Кто создал это? Они создали это. А Этл, значит Ми – это Кетер и Хухма. Кетер и Хухма. А Эле – это Бина, Зерампин и Малхуд. То есть Ми, Кетер и Хухма, породили Бина, Зерампин и Малхуд. Потому что Кетер и Хухма – это замысел творения, а Бина, Зерампин и Малхуд – это его решение, воспроизведение. Там место, где уже находятся ниши. То есть Кетер и Хухма – это мысль, это программа творения, мысль. А Бина, Зерампин и Малхуд – это уже действие души. Действие. Поэтому слова Ми, Бара, Эле – кто создал это, в принципе, это не вопрос. Это как бы наоборот подтверждение Кетер и Хухма, которое называется Ми, создали Эле, то есть Бину, Зерампин и Малхуд. Так вот, когда мы поднимаем вопрос «Кто? Ми?», это значит через Бина, Зерампин и Малхуд, душа поднимается. Видите? Бина, Зерампин и Малхуд – это Кетер. Давайте нарисуем тогда. Кетер, Хухма, Бина, Зерампин и Малхуд. Когда мы поднимаем вопрос через души, снизу, через Эле, в Ми, то тогда мы узнаем, что Ми – Бара, Эле, Ми – создал Эле. Кетер, Хухма породили Бина, Зерампин и Малхуд. И каждый раз, когда я поднимаю свой вопрос из моей души, которая желает познать всё больше и больше и больше Творца, я поднимаю таким образом своё желание, и это имеется в виду вопрос, через вот эту систему, которая называется Эле, которая обращается к Ми и оттуда получает свет. И так всегда получается, что, поднимая свой вопрос, я получаю ответ – откуда на верхней границе неба, как он говорит. Вот это вот граница неба, граница неба. Давайте ещё раз прочтём. Поднимите глаза и увидите, то есть устремите туда своё желание. Куда? Кто создал это? Куда поднять глаза? На то место, от которого зависят глаза всех, то есть прозрение всех. Кто он, открывающий глаза? Волхуд головы Ари Хампина. Вот место, где кончается хухма Ари Хампин. А там увидите, что скрыт Атик, Кетер скрыт. И в нём вопрос, ответ на вопрос, кто создал это. Кто это Ми? Заддубина, высшая граница неба, всё зависит от него. Потому что в нём есть вопрос. И он скрыт, поэтому называется Ми, Кетер и Хухма. Потому что Ми – это, как спрашивают Ми, кто. Потому что выше него уже нет вопросов. Только на верхней границе неба есть вопрос. То есть вот до этой границы мы можем подняться и спросить. Выше этого вопросов нет. Там всё раскрыто, всё ясно. Но нам туда нету допуска. Да, мы туда сейчас пока достичь с вами, достичь этой, выше этой границы неба не можем. Только до неба. А выше него у нас будет потом возможность после нашего полного исправления. Значит, о чём говорит нам этот пункт в книге Зор? Что души поднимают своё желание по этой системе поступенчатых миров. Их желание поднимается через Малхуддацилут к Зерампенгбинадацилут, до верхней границы неба. Там мы вызываем своими вопросами желание возбуждения. И нисходит на нас сверху выше свет от Атика, через Ари Хампен, через всю эту систему. То есть Ми даёт свой свет в Эле, и Эле передаёт свой свет той душе, которая их возбудила на этот вопрос. То есть на получение света исправления. Это был седьмой пункт статьи «Кто? Бараэле». Следующий пункт. Это небольшая статья. Но есть ещё один внизу, называемый «Ма», кроме Ми. Что есть общего между этим и этим, между Ми и Ми? Первый Ми, скрытый. Есть в нём вопрос, чтобы спрашивал человек, исследовал, чтобы видеть и знать все ступени, до конца всех ступеней, до Малхуд. Это «Ма». Что означает «Ма»? Что ты знаешь, что видишь, что исследуешь, ведь всё изначально скрыто. То есть после того, как спрашиваешь вопрос «Ми», кто создал это, следующий вопрос «Ма» – что создано? Логично. Следующий вопрос. И тогда приходит уже ответ, но ответ внутри человека, внутри души, которая спрашивала, получила свыше верхнюю порцию света, получила ответ на «Кто создал?» И из этого ответа «Кто создал?» Когда этот свет входит в меня, то я начинаю постигать, а что он создал. Он создал меня. Тогда я только начинаю узнавать, кто я. Потому что невозможно узнать о том, на самом деле, кто же я такой, если не узнаешь, это по сравнению с Творцом. Потому что в Творении существует всего лишь два элемента. Творец и Творение. Высшая сила и я. И я могу узнать о себе только из высшей силы. Только из сопоставления наших свойств. Одно никогда узнать нельзя. Только сопоставление между собой. Тень, свет, сладкая, кислая, горькая, солёная и так далее. То есть, всё можно узнать только из противоположного свойства. Постижение – это всевозможное исследование между двумя какими-то явлениями. Так вот, после того, как душа, поднимаясь вверх с вопросом «Кто создал меня?» получает ответ «Кто её создал?» начинает ощущать в себе, кто её создал, то есть Творца. После этого возникает у неё следующий вопрос «А что Он создал? Кто же это такое Я?» И начинается тогда исследование себя. И, в принципе, это самое главное. Потому что Творца мы исследовать можем только из того, как исследуем себя. В той мере, в которой мы исследуем себя, и понимаем, что же создал Он, почему Он нас такими создал, для чего, каким образом, какими действиями, что требуется от нас, какими действиями мы должны куда-то устремиться, к Его цели заданной. Только тогда, после того, как я всё это исследую, мне становится ясно, а кто же такой Творец? Как говорится, «Мимоосеха и корнуха». Такой есть принцип. «Мимоосеха и корнуха». То есть из твоих действий я познаю тебя. Самого тебя я познать не могу. Как мы не можем знать, глядя на человека, ничего. Мы можем только познать, исходя из его проявлений. То же самое и Творец. А где происходит проявление Творца? В нас. Поэтому исследуя себя, я этим косвенно, или наоборот, смотря какой цели преследую, в принципе, исследую Творца. И выношу своё мнение о нём. Поэтому после вопроса «Кто создал меня?» Следующий вопрос «Что создал этот кто?» И получается ответ о том, а кто же это такой, который создал меня? И хотя всё было первоначально скрыто, но именно из-за этого одного моего вопроса возникает вся цепочка причинно-следственных явлений, которые приводят меня к ответу. И обо мне, и о Творце через исследование Творения. А что же он сделал? Эту тайну... Я читаю девятый пункт. Эту тайну и определяет слово «ма». Что ты свидетельствуешь и что равно тебе? То есть «ма» – то, что создал Творец во мне, о чём говорят все мои свойства, что ты свидетельствуешь этим? И что равно тебе из моих свойств, а что не равно? Как я могу из них тебе уподобиться? А в чём я противоположен? Когда разрушился храм, имеется в виду душа, которая была вся, полностью подобна Творцу и в таком состоянии абсолютно соединена, слита с ним, это соединение разрушилось, называется разрушением храма, храм называется исправленная, подобная Творцу душа. Вышел голос и сказал, что указать тебе, что сравнить с тобой? Что это значит «ма»? То есть, что создал ты? Что из того, что ты создал, я сейчас наблюдаю, я могу сравнить с тобой или напрямую, или противоположно с тобой? Потому что если нет ничего, кроме меня и Творца, значит, любое моё свойство или в чём-то подобное ему, или противоположно ему. Но здесь «ма» означает, что за завет, свидетельство, что равно тебе. Потому что каждый день свидетельствуют тебе прежние дни. Как сказано, призываю в свидетели ныне на вас небо и землю. Что значит «призываю в свидетельство небо и землю»? То есть, что я могу исследовать, свидетельствовать – это засвидетельствовать, это исследовать и прийти к выводу, каким образом сопоставляя небо с землёй, свойства Творца и свойства души неисправны, творения. Исследовать я могу только таким образом через небо и землю. Что я могу исследовать? Что равно тебе? Что – это имеется в виду творение? Равно тебе. Как сказано, «украсил тебя я святыми украшениями и сделал тебя правительницей мира». Этот Творец говорит душе. Украсил тебя своими украшениями, то есть дал тебе свои свойства, хотя изначально душа состоит только из простого эгоистического желания. «Я тебя украсил тем, что ты находишься в свойстве отдачи и любви». Это называется святыми украшениями. Святостью называется свойство отдачи и любви. «И сделал тебя правительницей мира». То есть, когда ты можешь этими свойствами властвовать над миром, над миром, то есть над всеми своими желаниями. Миром называется все желания человека, в которых он ощущает себя существующим, и кроме себя, и якобы еще кого-то извне. Хотя мы с вами изучали, что никого кроме нас нет. И все, что нам кажется, что существует вокруг нас, это на самом деле аппликация наших внутренних качеств и свойств. Как сказано, это ли тот город, который называли совершенством красоты? То есть, состояние души до ее разбиения. Назвал тебя восстановленный мой Иерусалим. Восстановленный, то есть, когда душа возвращается из своего состояния разрушенного в исправленное. Иерусалим называется Ир, это город, и Всалим-Шалем – совершенный город, то есть совершенная душа. То есть, есть душа неисправная, сегодняшняя в нас, и душа исправная, которая называется восстановленный Иерусалим, совершенный. Что сравнится с тобой? Как ты сидишь? И так он наверху в Высшем Иерусалиме. То есть, есть прообраз исправленной души наверху, в парцуфе арихампин, где все наши свойства соединены с Творцом и находятся в совершенном состоянии. И здесь и есть наши свойства, которые мы ощущаем здесь, внизу, под парца. И вот под парца мы ощущаем здесь разбитые души. А здесь, выше границы неба, находятся наши души в исправленном состоянии. Здесь, выше границы неба, они называются Святой Иерусалим, Высший, исправленный, а здесь, внизу, они называются Поверженный Иерусалим, Разрушенный Иерусалим. Кто в тебя не входит, как святой народ? Святой народ имеется в виду все желания души, все желания человека. Они называются народ в нем. То есть есть внутри нас желания неживые, растительные, животные и человеческие. Так вот, неживые, растительные и животные желания мы не должны исправлять. Мы должны исправлять в себе самое главное человеческие желания. Они называются народом. Так вот, святой народ называются те желания на уровне человек в нас, с которыми мы можем обращаться в свойствах отдачи и любви. «Клянусь тебе, что не войду я наверх в Иерусалим, пока не войду в низший Иерусалим внизу». То есть Творец говорит о том, что не успокоюсь я, то есть высшая сила, вот это Атик, Алихампин, они говорят, не успокоюсь я до тех пор, пока не получится внизу исправление, пока все души не поднимутся наверх, не будут наверху, так же воссталенновлен в Иерусалим. То есть Высший Иерусалим, Высшая Душа, прообраз Высшей Души исправленный, он будет постоянно действовать на нас внизу до тех пор, пока мы его не исправим. «И это успокоение твое, что сравняю тебя с этой ступенью, с Высшим Иерусалимом, то есть с Высшей Малхуд, которая царствует во всем, вот эта вот Малхуд, граница неба, о которой мы говорили. То есть душа должна подняться до нее и полностью осесть в ней. «А пока ты здесь, и велико горе-несчастье твое, но если говоришь, что нет тебе существования и спасения, кто излечит тебя?» «Кто» – это слово «ми», то есть «ми» вот это вот излечит тебя, основа не вопрос «кто излечит тебя», а указание, и есть такое «ми», которое тебя излечит. Я тут и написал в скобках «никто» со знаком вопроса, а высшая сила, называемая «кто излечит тебя», то есть высшая скрытая ступень, называемая «ми», «бина», оживляющая все, излечит и оживит и тебя, то есть душу. Что мы отсюда узнали из девятого пункта? Что существует прообраз души в «ми», атикари-хампин, она исправная, существует здесь ее внутреннее свойство, исправленное, называется «высший Иерусалим», но эти исправленные свойства, они вызывают в нас желание подняться к ним, и до тех пор, пока мы не будем исправны, они не находятся так же в совершенстве. Вот эти два состояния, верхнее, как бы исправленное в потенциале, а нижнее неисправленное в действии, они должны совпасть. Так что душа через всю эту лестнику поднимается к границе неба, проходит над границей неба и включается в «ми», «ми» исправит тебя. Пункт десятый. Мы должны просто читать книгу «Зор», и постепенно-постепенно эти образы осядут в нас. Они постепенно расскажут нам вообще, как с ними работать, книга сама учит. Мы не должны быть здесь умниками, просто слушать, и само впечатление внешнее, оно уходит, забывается, но оно же и сформирует нас внутренне. Вот так вот просто из простого слушания и чтения. Так что не переживайте, если у вас где-то не совмещаются какие-то понятия. Главное – стремиться почувствовать. Книга говорит о нас, о моей душе. Как она постепенно меняется, что на неё влияет, в каком объёме она существует. На неё воздействуют силы. Ати, Карихампин, Абавиим, Азон, я не знаю, что это такое, я не знаю, где я нахожусь сейчас в своей душе. Но когда я об этом, обо всём говорю, то и пытаюсь как-то найти себя в этом. Я при этом возбуждаю на себя высший свет. Моя душа, она получает лекарства. И постепенно начинает ощущать, на самом деле, просто ощущать. Причём ощущать ещё до понимания. Вот как ребёнок, который развивается в нашем мире, он ощущает этот мир. Он не знает, а где я нахожусь. Он чувствует это, это чувствует, начинает что-то говорить, что-то выражать. Как-то начинает воспринимать, что ему говорят, не понимая. Ну вот так вот непосредственно нам кажется, что это неправильно. Почему заранее ему не дан разум, и он бы открыл глаза, начал бы видеть, что этот говорит, этот, этот. Почему они так говорят, почему общаются с ним. У него же этого ничего нет. Он как чистый лист бумаги. Он смотрит, открыв рот, и всё. Почему таким образом природа устроила, что мы воспринимаем таким образом мир? А потому что только таким образом мир, он нас под себя оформляет, формирует. И поэтому и в духовном мире такое же вхождение в духовный мир. Мы должны вот так вот войти в него через слушание, впечатление этой книги Зор, и он нас сформирует. И не нас через наши мозги, земные, отравленные, перевёрнутые, а сформирует нашу душу, которую мы сейчас тоже не чувствуем. Мы с вами учимся, кажется, мы слышим, видим, глазами, ушами земными. Это на самом деле не так. Мы на самом деле подставляем под влияние этой книги свою душу. Пункт десятый. Ми, то есть верхняя часть мира Ацелут, Кетара Хухма, Кто ограничивает небо сверху? То есть тоже слышно как вопрос, кто ограничивает небо сверху? А на самом деле это утверждение. Кто, вот это Ми, ограничивает небо сверху? Называется это порцув ишсут. Ма, что ограничивает небо сверху и снизу? Это Зарампин и Малхут. То есть нам рассказывается уже о более внутренней системе. О более близкой к нам. Есть Ми, Ишсут, так называется система. И за этим есть Зарампин и Малхут. Так вот, что ограничивает небо сверху? Ишсут. Это верхняя граница неба. Что ограничивает небо снизу? Зарампин и Малхут. То есть между ними находится граница неба. Граница неба. И это унаследовал Яков, потому что он Зарампин, свечащийся от края до края. То есть Зарампин – это порцув Яков. Ишсут – находящийся посреди между Ишсут и Малхут. Поэтому сказано Ми, Бара, Эли. Ми, Ишсут – кто? Ми, кто? Бара, Эли. Бара сотворил. Сотворил, Бара. Сотворил. И Эли – это Зарампин и Малхут. Эли. Это. Кто сотворил это? Вот эта вот граница неба, как бы, она через нее Ишсут сотворил Зарампин и Малхут. Это все в мире Ацелут. Мир Ацелут. Мы вообще разговариваем с вами практически все время только про один мир – Ацелут. потому что души поднимаются в него из-под порца, из миров брия и церасия, в которых существуют души. Значит, здесь снова проводится тот же вопрос Ми, Бара, Эли. Значит, Ми здесь имеется в виду Ишсут. Бара – это сила небосвода, через которую эта сила сотворила Зарампин и Малхут. Пункт одиннадцатый. Это, как бы, продолжение, хотя немножко, хотя статья отдельная, как бы. Отдельная. Значит, это я написал по пункту десять, а это пункты семь, девять. Сказал Раби Шимон, это автор книги Зоор, Элазар – сын мой. Имеется в виду сын, это не просто, что он зовет его сыном. Это потому, как в данном случае Раби Шимон говорит из своей души и говорит в следующей своей ступени, сын является следующей ступенью, за отцом, то есть он обращается, как бы, за помощью или совместно желает работать вместе с другой ступенью, раскрой высшую тайну, которую совершенно не знают населяющие сей мир. То есть Раби Шимон не в состоянии это сделать сам, он призывает следующую ступень, более низкую, называемую его сыном, и эта ступень не зря называется Элазар. Элазар – это значит Эль – это Творец, и Азар – это помощник, то есть Творец в помощь, или помощник Творца, по-разному, или сверху вниз, или снизу вверх, но это та помощь, которую сейчас требуется Раби Шимону. Молчал Раби Элазар, заплакал Раби Шимон. Смотрите, что пишет Зор, какие-то непонятные вещи, да? Молчал Раби Элазар, то есть не было у него возможности раскрыть то, что просит высшая ступень от него раскрыться, не было у него помощи свыше, хотя он Элазар, хотя Бог Творец должен ему, в принципе, помочь. Заплакал Раби Шимон, заплачь, это называется маленькое состояние, катнут, как дети плачут, как женщины плачут, не мужчина, не коах, не сила, которая может постичь. Поэтому здесь говорится о том, что Раби Шимон проявляет свою настоящую ступень, в нем раскрывается маленькая ступень, небольшая, это называется плачем. Помолчал и сказал, Раби Шимон, то есть сделал исправление, сделал подготовку к следующему постижению, конечно, ни о каком платье внешнем здесь нет речи, со слезами на глазах, имеется в виду о том, что происходит с душами, ощущение недостатка в силе, в желании, в помощи свыше и так далее. Помолчал и сказал, Илазар, что означают Элли? Если скажешь, что это как звезды и знаки зодиака, знаки судьбы, то они же ведь всегда видны, а знаки судьбы переменны. И в слове Ма, то есть в Малхут, они созданы, как сказано, словом Творца созданы небеса. То есть Малхут, называемое словом Творца, созданы, ею созданы небеса. То есть то, что разделяет и шсуд, и зон, то, что разделяет высшую сферу от низшей сферы и от душ. Это все создано словом Творца. Что значит слово? Отсюда можно видеть, что значит помолчал, что значит рабе Илазар не мог говорить, что значит рабе Шимон плакал, то есть не существует какое-то определенное здесь еще действие необходимое для того, чтобы начинать раскрывать замысел, то есть слова Творца. И было слово. И было слово, то есть Малхут, в котором раскрываются речи Творца. И этим словом созданы небеса, он говорит. То есть Малхут, называемое словом Творца, из этого слова, Малхут с помощью слова Творца, в ней действие такое, создается уже небеса, то есть высшая грань между Зарампин и Ишсутом. А если Элли, то есть Творения, говорят о скрытых тайнах, то не надо было бы писать Элли, потому что звезды и знаки судеб видны всем, ведь слово Элли, Это, говорит о том, что ясно все, всем видно. То есть, в принципе, откуда нисходят силы, которые формируют нас? Или они проявляются заранее на небе, в Ишсут? Или они проявляются заранее на небе, в Ишсут? И это считается знаками Зодиака? Или это в Элли происходит, которое раскрыто уже всем, раскрывается в Малхут? Тогда это не является тайными знаками судьбы. Как связаться с той силой Ми, которая формирует нас, которая исправляет нас? вот эта вот сила, кто? Это пока что вопрос. Пункт одиннадцатый, это сплошной вопрос. То есть, Раби Шимон спрашивает Раби Элазара, то есть, обращается за помощью к высшей ступени, потому что Элазар это Эль, Элазар, Эл, Эль это Творец, и Азар это помощь. Это сын Рашби, Раби Шимон Бар Юхай. То есть, его следующая ступень. Пункт девенадцатый. Но тайна эта была раскрыта в другой день, то есть, в следующем озарении. Дня не существует в духовном мире, а следующее постижение. Когда был я на берегу моря, море называется морем света Хухма, светом постижения, светом раскрытия, светом всезнания, когда был я на берегу моря, то есть, передо мной растелался весь свет познания, но я был на берегу, на берегу, то есть, на его конце, постигая его край этого моря, само по себе, которое безграничное. Явился ко мне пророк Ильяу. Ильяу – это особый пророк. Пророк Илья, как он называется по-русски? Илья. Илья, наверное. Илья, да? Илья. Хорошо. В переводе Илья, Эль, мы уже знаем, что это творец, Ильи – это мой, Ильяу, то есть, это посланник творца. Когда мы разбираем имена, нам надо разбирать их в их настоящем звучании, потому что они тогда рассказывают нам о сути этого объекта или силы. Так вот, проявление творца относительно нас называется пророком Ильяу. И сказал он Раби, то есть, Раби Шимон рассказывает, «Знаешь ли ты, что означает ми-бара-эли, кто создал это?» Ответил я ему, «Это небо и небесные силы, действия творца, глядя на которые, люди должны благословлять его, как сказано, «Когда я вижу небеса, дело рук твоих». Это из псалмов. То есть, если людям раскрывается действие творца, «Когда я вижу небеса, дело рук твоих, тогда я тебя благословляю». Владыка наш, как величественно имя твое по всей земле, то есть, во всем, что ты проявляешь во мне. Землей называется арес от слова рацион, от слова желания. То есть, во всем, что ты проявляешь себя в моих желаниях, то есть, исправляешь их, находишься в них, в таком случае, твое присутствие в них вызывает во мне чувство благословения, благодарности тебе. Ответил мне Ильяу Раби, то есть, Раби Шимон, он говорит, закрытое взял творец и раскрыл его высшему совету. Зор иносказательно рассказывает нам о тех действиях, которые проявляются в душе. Вот, Раби Шимон, это особый уровень души, спрашивает у своего сына Раби Лазара, не получает от него ответа, а потом он рассказывает, что его привело к этому вопросу, что когда-то он был на постижении, но на границе постижения, называемая край моря, граница постижения, море, это называется море мудрости, явился в этом состоянии к нему пророк Ильяу, и сам Ильяу сказал, ты знаешь, что такое, кто создал это? Это проявляется в человеке тогда, когда он видит небеса. дело рук Творца, и когда ему раскрывается в этих небесах то, что Творец создал, автоматически, исходя из этого, он благословляет Творца. Ответил мне, закрытое взял Творец и раскрыл его Высшему Совету. И вот оно, что он раскрыл. Когда пожелал раскрыться самый скрытый из всех скрытых, то есть есть такой Порцув, есть такое устройство, самое скрытое из всех скрытых, то есть скрытый в двойном скрытии, скрытый среди скрытых. Скрытый из всех скрытых, сделал он вначале одну точку, молхут, в себе, это говорится о Торцуфе Атик. Атик. И это поднялось в его мысль, то есть в Бина. То есть Малхут поднялась и соединилась с Биной и изобразил в ней всех созданных и утвердил в ней все законы. Где? В Бине. То есть в чем заключается вся мудрость? Малхут, когда поднимается в Бину, своими желаниями, своими стремлениями она заставляет Бину получать хухма. И вот тогда Бина, получая свыше хухма, начинает рожать, производить все, что находится ниже ее. Мы с вами прошли 13 пунктов и на этом мы закончим. Осталось немножко времени на вопросы. Я слишком погнался вперед. Пожалуйста. Хорошо. Очень много у нас вопросов сегодня и много зрителей спрашивают, что им непонятно многое из того, что вы говорите. Что они должны сделать для того, чтобы понять или как-то по-другому слушать эту книгу? Во-первых, настроиться на книгу Зор, что вы в ней ничего не поймете. Во-первых. Во-вторых, настроиться на то, что постепенно вы начнете ориентироваться, как ребенок, который растет в нашем мире. Книга Зор вводит человека вот таким образом в высший мир. просто читать о том, что вы не знаете и не понимаете, раскрыв удивленно большие глаза. Вот и все. Больше ничего. И жаждать, как ребенок, постичь все, что вокруг него. Хватать. Больше ничего не надо. Все остальное придет. Только таким образом можно войти в следующий мир. Не через голову, не через какие-то конкретные ощущения, в вас еще нет. А именно вот так вот непосредственно. А, 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 Ишсуд, Атик, Арихампин, граница неба, кто это, сам, там, ничего не понимаю. Очень хорошо. И не надо понимать. Просто вот так вот дальше и дальше и дальше присутствуй в этом и начнешь вдруг ориентироваться, вдруг в тебе начнут проявляться всякие какие-то внутренние ощущения. и ты начнешь буквально быть в том мире, в котором сейчас ты еще не находишься. Находишься, но нечувственно, не от тебя. Дальше. Наш зритель Авэй из Гуанчжоу спрашивает, можно ли использовать отрывки из книги Зор для перевода на китайский язык и для того, чтобы ознакомились китайцы с этой книгой? Или она как-то рассчитана? У нас есть здесь в Нейбарухе человек, который переводит на китайский язык, который создал китайский сайт, мой блог и так далее. Огромное количество материала там уже есть. Вы можете обратиться к нему, спешите с ним. У нас есть адрес для этого, и все, и попросите. Я думаю, что эти пункты, по крайней мере, пускай она обратится ко мне. Они уже на связи. Они уже на связи. Хорошо, вот пускай она обратится ко мне, и мы с ней решим, что именно переводить и как. Дальше. Андрис из Огре, из Латвии, спрашивает, что такое небо? Зерампин называется небом, высшая граница неба называется Ишсуд. Небом называется постижение Творца, свойство Бины. Это небо. Дальше. Данило Баррес из Бразилии спрашивает, книга Зоор это путь для того, чтобы осознать ступени в других людях? Нет. Книга Зоор для того, чтобы раскрыть в себе шестое чувство, душу, через которую начнешь ощущать еще один мир, в котором ты на самом деле находишься, но его не чувствуешь. Тебе этого чувства не хватает, органа ощущения. Спрашивает Барри из Флориды, из США. Исправленные души достигают мира Ацелут или Адам Кадмон или какие-то другие уровни? До самого конца, не волнуйся. Все души достигают мира бесконечности. Очень много вопросов задают женщины из разных стран. Можно ли им читать книгу Зоор и слушать ваши уроки? Почему нет? И какое должно быть у них при этом намерение, настроение, отношение? Такое, как у мужчин. Самое хорошее. Направленное только на постижение Творца. Вот наши питерские женщины. Привет. Да, это новая группа наших учеников. Это новая группа наших учеников? Да. Прекрасно. Ну, помахайте мне рукой. Питер! Очень хорошо, спасибо. Они стесняются почему-то. Так, Виктор из Одессы спрашивает. Ограничена ли скорость исправления души? Ни к чем не ограничена. Только твоим собственным желанием, твоей ленью она ограничена. Что сделать, чтобы ускорить? Что сделать, чтобы ускорить? Развитие. Будь с другими на связи и друг друга подзадоривайте. Дразните друг друга, что вы продвигаетесь вперед. Тогда тебе будет завидно, что остальные продвигаются, и ты будешь рвать себя, чтобы тоже продвинуться. Зависть это очень хорошее свойство. Дальше. Сераэль из Бока Ратон, Соединенные Штаты. Как я могу в духовном мире идентифицировать мои эгоистические желания? Ну, это подходит под место его жительства. Там, в Бока Ратоне, живут все такие, которые хотят духовно использовать для своих эгоистических желаний. Значит, если ты хочешь, чтобы духовное тебе могло в чем-то в этом мире, значит, ты должен идти учиться в другое место. У нас мы учимся, как постичь духовное, свойство отдачи и любви к остальным. А если ты хочешь из духовного, якобы из духовного, изумлять что-то для себя, то, что, в общем-то, подходит для бухаратонцев, так, то тогда это не у нас ты найдешь на это ответ. Я не знаю вообще, где ты найдешь на это ответ. Всякие мистики, всякие, вот там у вас есть Берг или там еще чего-то, ну, ищи там. Но мы ищем, как уподобиться Творцу в том, чтобы быть отдающими, а не в том, чтобы ухватить побольше из этого мира. Мы ищем, как подняться из этого мира в духовный мир. Раскрыть его для себя. Дальше. Шахин из Баку спрашивает. Ма – это точка в сердце? Ма – это точка в сердце. Это из того, что я постигаю, что создал Творец, я постигаю, что он создал Ма – точку в сердце. Правильно говорит. Дальше. Спрашивает Йосеф из Афулы. Первая ступень постижения корня нашей души – это связь с Творцом? Вообще, все, что есть в высшем мире, это связь с Творцом. Ведь ничего, кроме души и Творца, ничего нет. В нашем мире мы сейчас ничего не ощущаем вокруг. Только вот то, что в нас входит, и все там, А когда мы начинаем ощущать что-то внешнее вокруг нас, мы ощущаем Творца, а кроме него никого нет. сейчас мы как бы замкнуты внутри нас, как бы все наши органы чувств находятся внутри нас, глаза повернуты внутрь, слух повернут внутрь, мы все внутри себя. Когда мы поднимаемся выше своего эгоизма, начинаем выходить из себя наружу, то мы ощущаем Творца. Степан из Винницы спрашивает. Когда просыпается желание стать подобным Творцу, узнать, понять, это все понятно, все ясно с этим, а стать как он непонятно. Откуда такое желание? Откуда такое желание, оно приходит? Я тебя понимаю, Степан. Здесь надо просто терпение немножко. Сейчас у тебя желание понять, постичь, узнать, ну, чего-то ухватить, как-то с чем-то иметь дело, связь. Но мы сейчас изучаем книгу Зор. Эта книга не для того, чтобы наполнить нас всякими мудростями. У нас полно всяких этих материалов на русском языке, да и на любом, и на украинском, на любом языке. У нас полно всяких материалов, которые рассказывают тебе о цели творения, о как ее достичь, о свободе воли, о устройстве всех миров, устройстве нашего мира, как он управляется свыше. Все, вся эта наука со всеми ее премудростями, все это изложено. А сейчас мы изучаем не науку каббала, вот мы ее отложили в сторону. Книга Зор, она просто берет тебя как младенца и начинает вводить высший мир. А ты должен раскрыть глаза, уши, все свои чувства и ничего не понимать, не важно. Вот так вот раскрою рот и иди вперед. Если у тебя будет такое отношение, как у младенца в нашем мире, чтобы постичь мир, тогда ты преуспеешь. Но параллельно с этим можешь изучать ее те материалы, в которых мы изложили всю науку. А книга Зор это не наука. Это чувственное введение в высший мир, как мы постигаем наш мир. И в нашем мире мы ориентируемся чувствами, а наш разум только контролирует и исследует наши чувства, и из этого все наши науки. Дальше. Еще один наш студент из Китая спрашивает. Его зовут Овен Джоу из Пекина. Мне представляется, что кабала это подобно учебе, получению высшей степени в университете. Должны ли мы понимать все то, о чем вы говорите и таким образом достичь духовного мира, или просто надо следовать тому пути, по которому мы идем? Наверное, это, видимо, цитата из какой-то китайской книги Just Follow This Way. То есть, просто иди по тому пути, по которому ты идешь. Вообще, это правильно. Just Follow This Way. Да, я думаю, что это верно. Послушай, Овен, я думаю, так надо сделать. Ты на всякий случай зайди на китайский сайт, и я думаю, что ты там уже пасешься. Пробеги весь материал. Может быть, тебе пока не нужен взор, может быть, тебе надо просто пока изучать все остальное. То, что тебе ближе, то, что тебе отвечает твоим требованиям. Видно, что ты человеку учишься или учился. То есть, ты грамотный парень. Попробуй другие материалы. Главное, не бросай. То, что тебе легче, то, что тебе проще. Потому, что взор вообще начинает изучать после какого-то определенного момента изучения кабалы. когда уже ясны все основные вопросы, основные темы каббалистические. Свобода воли, состояние системы, наша связь с высшим миром, разбиение души, творец, творение, управление и так далее. Когда в общем уже понятно, как это в более-менее каком-то виде собраны в тебе эти основные данные. И тогда тебя можно уже вводить чувственно. Ты можешь уже успокоиться относительно того, что ты там все знаешь. и то, что ты знаешь, тебе все равно это не помогает в твоем духовном пути, потому, что все эти знания, они ничего тебе ни к чему не приводят. Вот когда человек все это вроде бы прошел и видит, что а толку с этого нет. Я не ощущаю. Я, в принципе, не нахожусь в том, о чем читаю. Что же мне делать? Вот тогда он спокойно может оставить всю ту премудрость, которую он знает. Она ему немножко помогает в зоре, но только немножко. И раскрыть себя чувственно. То есть, у меня нет никакого другого выхода. Я должен быть, как младенец, раскрыть себя перед книгой зор. Пускай делает со мной все, что угодно. Вот так я и отдаюсь. Если он таким образом может себя поставить, тогда он преуспеет. Но это невозможно для начинающего. Это надо только после того, как человек уже прошел, перемучился внутри себя, поискал и не нашел и не знает дальше, что делать с собой и видит, что обычно его подход такой системный, умный не даст ему ничего. С мозгами ничего он не постигнет духовного. И вот тогда он понимает, надо просто поднять руки, входить, как говорит книга Зор, вперед, просто с закрытыми глазами и с открытым ртом. Вот так вот. Готов все-все принять то, что дадут. Пускай это сделает вам не что угодно. И тогда я вдруг открою для себя новый мир. Начните его открывать. До встречи в этом новом мире. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин